Сегодня мы расскажем и покажем вам, как выполнить монтаж карнизной планки черепицы Метротайл. Этот узел не только придает вашему дому законченный эстетичный вид, но и является важнейшим элементом системы вентиляции подкровельного пространства. Во время установки карнизной планки мы покажем монтаж шаговой обрешетки. Для этого давайте переместимся в учебный центр компании Метротайл. Сейчас мы с вами видим предварительно подготовленную стропильную часть для демонстрации данного узла. Из карнизной планки Метротайл мы вырезаем деталь, которая послужит нам капельником для отвода конденсата. Для данной операции удобно пользоваться ножницами по металлу. Устанавливаем капельник на карнизную доску. Карнизная доска утапливается в плоскости стропил. Ширину карнизной доски необходимо выбрать достаточной для последующего крепления водосточной системы. Капельник крепим к карнизной доске саморезами или гвоздями. Если карниз имеет внутренние или внешние изломы, капельник надрезается и сгибается по форме карниза. Для крепления гидроизоляционной пленки поверх капельника наклеивается двухсторонняя самоклеющаяся герметизирующая лента. На стропила поверх капельника устанавливаем гидроизоляционную пленку. При помощи степлера фиксируем пленку к деревянному основанию. Следим, чтобы обеспечивалось провисание пленки между стропилами на 1-2 см. удаляем защитную пленку с двухсторонней самоклеющейся герметизирующей ленты и прикрепляем гидроизоляционную пленку к капельнику. Следим за тем, чтобы во время крепления на гидроизоляционной пленке не появлялись защипы или складки. Все деревянные элементы кровельной системы должны быть обработаны антисептическими и противопожарными составами в соответствии с рекомендациями вашего проектировщика. Поверх гидроизоляционной пленки устанавливаем бруски контрабрешетки. Нижний край бруска запиливаем вертикально в соответствии с углом уклона вашей кровли. Сечение брусков контрабрешетки выбирается из расчета длины ската, уклона кровли и шага стропил. Прикрепляем бруски контрабрешетки к стропилам, саморезами или гвоздями. Выбирая длину и количество элементов крепления контрабрешетки, необходимо помнить, что вся последующая кровельная конструкция будет держаться именно на них. Контрабрешетка предназначена для создания вентиляционного канала. Через этот вентиляционный канал за счет естественной циркуляции воздуха происходит удаление влаги и конденсата с обратной стороны кровельного материала. Если такой вентиляционный канал отсутствует, срок службы всей кровельной системы резко сокращается. На расстоянии двух сантиметров от нижнего края брусков контрабрешетки отмечаем точки крепления первого бруска шаговой обрешетки. Бруски шаговой обрешетки устанавливаются снизу вверх. Согласно разметке устанавливаем и фиксируем этот брусок при помощи саморезов или гвоздей. Если в районе Яндовы край первого бруска шаговой обрешетки остается висеть в воздухе, прикрепляем его к карнизной доске, установленной нами ранее. Для этого изготавливаем и примеряем дополнительный брусок контрабрешетки. Отрезаем от него деталь по ширине карнизной доски. Прикрепляем отпиленную деталь к карнизной доске и свободный конец первого бруска шаговой обрешетки находит свою точку опоры. Намечаем точки крепления второго бруска шаговой обрешетки. Для этого удобно пользоваться специальным шаблоном, который легко изготовить самостоятельно из трех брусков обрешетки. Рабочий размер нашего шаблона 370 мм, единый для всех коллекций черепицы Метротайл. Согласно разметке, установите второй брусок шаговой обрешетки. Фиксируем второй брусок шаговой обрешетки. Последовательно намечаем точки крепления остальных брусков шаговой обрешетки. Использование шаблона не только облегчает эту работу, но и позволяет устранить неточности разметки, вызванные разной толщиной пиломатериала. Устанавливаем остальные бруски шаговой обрешетки согласно разметке. При необходимости отгибаем нижний край карнизной планки в соответствии с углом уклона вашей кровли. Делать это лучше всего при помощи ровного прочного бруска, чтобы избежать коробления карнизной планки. При помощи гвоздей прикрепляем карнизную планку к первому бруску шаговой обрешетки. Данная конструкция карниза обеспечивает естественную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Воздух поступает под карнизную планку и уходит вверх в зону конька. Конденсат и случайно попавшая внутрь влага тем же путем беспрепятственно стекает вниз. Боковой край гидроизоляционной пленки необходимо подогнуть вверх и прикрепить степлером к крайнему бруску контрабрешетки. Устанавливаем панели метротайл. Монтаж панелей ведется сверху вниз, поэтому нижний ряд устанавливается последним. Фиксируем панели метротайл к обрешетке гвоздями. Чтобы не повредить нижний край панели метротайл, используйте добойник. В качестве добойника мы применяем выколотку для авторемонтных работ. Техническая служба компании метротайл Россия благодарит вас за внимание. В случае возникновения затруднений обращайтесь за консультацией к нашим авторизованным дилерам. Вы также можете заказать выезд нашего технического специалиста и шеф-монтаж. Спасибо!